Зима. Крымчанин торжествуя на полуостров надвигаются сильные морозы и снегопад. Синоптики предупреждают о понижении температуры до минус 10, а спасатели тем временем готовятся к экстренным выездам. Елена Байрамова расскажет об особенностях крымской зимы. С 24 станций, расположенных по всему Крыму, данные поступают в этот главный офис. Отсюда обработанную информацию Раиса Степанова вместе с другими специалистами каждые три часа отправляет во всемирные метеорологические центры Москву, Вашингтон и Мельбурн. Синоптики используют еще синоптический метод, то есть непосредственно обработка и анализ приземной карты и карт барической топографии. Также в своей работе еще привлекают данные радиозондирования. Нужно быть очень наблюдательным и анализировать ситуацию хорошо, знать местные оригинальные особенности нашего Крыма. Долгожданная зима, пусть и поздно, но все же наступила. С 16 по 20 января ожидается вторжение Арктического фронта. Ночью ударят морозы. 17 января уже понизятся до минус 5, минус 10 градусов мороза. На южном берегу температура воздуха ночью и утром понизится до критических значений, до 80 градусов мороза. Это аномальные холодные показатели для прибрежных регионов полуострова. Крымчане отвыкли от таких цифр на столбике термометра. 2020-й стал рекордно теплым за последние 20 лет. Среднегодовая температура составила 12,9 градусов выше нуля. Сейчас светит солнце, но уже через пару часов на город может обрушиться ливень или даже снегопад. Предугадать погоду в Крыму практически невозможно. Однако прогнозы синоптиков дают нам большую надежду на то, что республика без воды не останется. Начиная с 2018 в республике начался засушливый период. Обычно он длится до 5 лет. И под Новый год мы оказались практически на грани исчезновения пресной воды. Водохранилище обмелели. Дефицит влаги достиг критических показателей. Для того, чтобы исправить положение, по самым приблизительным оценкам, нам нужно, чтобы выпала в горно-лесной зоне, в общем, не где-нибудь, а именно в горах, сумма осадков не менее 100 миллиметров. А это двухмесячная норма осадков. И нужно, чтобы они были интенсивными и выпали за короткий срок. Иначе большую часть просто впитает иссушенная почва. Серьезные ставки еще и на весенние паводки и летние осадки в горах. Но начало 2021-го обнадежило. Дожди и снег обрушились на Ангарские и Грушевские перевалы и Найпетри. Всего для обеспечения безопасности граждан в период воздействия комплекса опасных метеоявлений на территории республики создана группировка от единой государственной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве более 2000 человек и более 700 единиц техники. В том числе от МЧС России более 400 человек и 90 единиц техники. Пока крымчане готовят санки, чтобы, наконец, почувствовать вкус настоящей зимы, спасатели держат руку на пульсе и предупреждают быть осторожными, особенно на дорогах и возле линий электропередачи. Елена Байрамова, Евгений Красюков, Рустам Файзурин, Новости 24.